Здравствуйте дорогие аквариумисты! Сегодня мы с вами поговорим о грунте для аквариума. Из чего здесь следует исходить? Следует исходить из того, что чем крупнее рыбки, тем крупнее должен быть грунт. Например, там для золотых рыбок цихлит, они любят рыться в грунте, есть опасность, что они могут кусочки грунта заглотнуть. Поэтому для них желательно покрупнее грунт использовать. Вообще, какой бывает грунт? Бывают специальные питательные смеси, они продаются, это если аквариум с дорогими растениями. А так на них, наверное, вряд ли имеет смысл тратиться. И вообще, я рекомендую грунт, вот я, например, использую морскую гальку, которая продается на строительной базе, там позже будет видео. Там цена около 3 рублей за килограмм. Тогда как в новом магазине стоит мешочек с грунтом полукилограммовый, там 100-150 рублей. Все вот цветные грунты, это обычно пластмасса крашеная, они все-таки, мне кажется, из Китая и не очень качественно сделаны, могут что-то выделять в воду. Поэтому я советую использовать естественные камни. В своем самом первом аквариуме я вообще использовал, я жил в девятиэтажном доме и там на последнем этаже был техэтаж. И в качестве утеплителя там лежал керамзит на полу техэтажа. Я набрал просто этого керамзита и в аквариум. Ну, предварительно любой грунт желательно прокипятить или в духовке прокалить его. Я вот керамзит положил в аквариум. Многие считают, что он всплывает. Какие-то всплыли, их убрал. Остальные утонули благополучно и растения на нем благополучно росли. И ничего в этом страшного не было. Но если все-таки вы хотите более цивильный грунт, то, конечно, стоит внимание обратить, опять-таки, я говорю, на какую-то строительную базу. Здесь будет видео. Сейчас посмотрите, какие там на строительной базе грунт. Это гранит, он разного цвета бывает, очень красиво смотрится. Это галечка. Самые различные камушки там продаются и совсем недорого. Ну и, конечно, на худой случай можно, в конце концов, в любом зоомагазине приобрести грунт. Что еще стоит говорить о грунте? Если не предполагается какие-то растения дорогие в аквариуме, то подойдет, опять-таки, галечка какая-то, небольшие мелкие камушки. Если предполагаются растения, для которых нужна питательная среда специальная, и мы не будем здесь говорить о каких-то дорогих грунтовых смесях специально для растений, то есть рекомендация купить в аптеке голубую глину или любую какую-то еще глину, которая в аптеке стерильная, и эти кусочки там, где растения положить, а сверху камушками присыпать. Они будут длительное время питать корневую систему. Вот, в принципе, все, что я вам хотел рассказать о грунте. Еще скажу, что всякие питательные смеси для растений, где мелкие фракции, нежелательно в маленьком аквариуме использовать, только в большом. В маленьком желательно именно вот камушки, камушки, галечку. В дальнейшем сейчас вот вы посмотрите видео, где на строительной базе я показываю, какой грунт, потом показываю, как он лежит в большом красивом аквариуме. Смотрите, значит, следующее видео и не забывайте подписываться на канал. Вот, на строительной базе рекомендую покупать галечку, здесь она самая дешевая. Можем посмотреть с вами. Вот она, допустим, крошка белая, 9 рублей. Красивая. Так, галька здесь. Вот есть. А вот такая галька природная. Какие? Ну, это крупная для аквариума. Гравий. Сейчас мы найдем галечку поменьше. Вот, какая интересная галька у нас. А вот она, галечка. Вот тоже галечка, уже ничего помельче. А вот такую я брал для аквариума. Вот она, замечательная галька для аквариума. И стоит здесь она сколько стоит. Что-то ценника нет. Ну, наверное, рублей 7 за килограмм. Может, рубля 3. Здесь выбор довольно-таки большой. Тут в аквариумных магазинах рублей по 100 она, да? А здесь всего по 3-4 рубля на строительной базе. Здесь вон сколько их много у нас в Орле. Больше всего здесь. Вот какой замечательный аквариум. Смотрите, как раз вот с этой галечкой, которая на строительной базе куплена. Вот она, смотри, как смотрится в аквариуме. Вот она очень хорошо смотрится. Галечка там я узнал, вот то, что я до этого показывал в видео. По 3 рубля галечка эта. А смотрится она просто замечательно. Просто не надо покупать в аквариумном магазине. Вот на строительной базе купил галечку. Насыпал ее в аквариум. И пользуешься ей.